Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня модно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, посещать тренировки, поддерживая свое тело в форме. Но тренировки нужны не только для тела, но и для мозга. Есть ли способ, который бы одновременно стимулировал чтение книг, тренировал память, успокаивал душу и приносил радость? Да, такой способ есть. Это кроссворд, говорил Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель. Сегодня сложно представить нашу жизнь без кроссвордов. Они всюду – в журналах, газетах, на телевидении. Даже проводятся чемпионаты по разгадыванию этих головоломок. Роднозбидности кроссвордов нередко имеют географические названия. Американские, японские, венгерские, эстонские и даже африканские. Как правило, никакой смысловой нагрузки это не несет, хотя некоторые отличия все-таки имеются. В скандинавских кроссвордах, они же сканворды, вопросы умещаются в одной клеточке и чаще предполагают ассоциацию, а то и вовсе могут быть фотографии. В японских кроссвордах зашифрованы не слова, а картинки, что неудивительно, учитывая специфику языка. Венгерский кроссворд – это поле из клеток, заполненных буквами, где нужно находить слова. А еще есть антикроссворды, где все ответы уже известны, их нужно распределить по готовой сетке. А также чейнворды, циклокроссворды, существует даже трехмерный кроссворд. Неудивительно, что этой головоломкой увлекается огромное количество людей. Решение кроссвордов расширяет кругозор, тренирует память. Некоторые их типы способствуют развитию ассоциативного мышления и сообразительности. Их используют в медицине как успокаивающие средства, а в педагогике – для тестирования знаний. Создателем первого кроссворда, соответствующего современным представлениям о нем, был американский журналист Артур Уин. Каждую неделю для газеты New York World он готовил загадки – ребусы, анаграммы, головоломки и забавные рисунки. Однажды, в канун Рождества, Уину захотелось удивить читателей чем-нибудь новеньким. Он нарисовал контур в виде сетки алмаза, вписал в первые три клетки слова «фан» – забава и стал заполнять остальные части рисунка. Было задумано, чтобы начальные и последние буквы каждого слова совпадали. Загадка была напечатана с инструкцией для решения. Впишите в маленькие квадраты слова, которые соответствуют следующим определениям. Так родился кроссворд. Произошло это 21 декабря 1913 года. Именно этот день теперь официально считается датой появления первого кроссворда. У нового развлечения быстро нашлись поклонники. После первой же публикации в редакцию стали приходить мешки писем. Читатели присылали свои кроссворды. С февраля 1914 года Уин регулярно использовал их в газете. Но возникла проблема. Появлялись ошибки. И солидное издание решило прекратить печатать кроссворды. Это вызвало бурю негодования у почитателей новшества. И владельцам газеты ничего не оставалось, как возобновить рубрику. Удивительно, но несмотря на популярность, подобные головоломки не появлялись больше ни в одном из изданий того времени. Только позже, в 1924 году, журналисты Дик Саймон и Линкольн Шустер выпустили брошюру кроссвордов из New York World. Книжка имела оглушительный успех. С тех пор кроссворд начал победное шествие по всему миру. Однако, американское происхождение кроссворда пытается оспорить Великобританию. Англичане считают его родиной свою страну. По их мнению, первую задачу данного типа напечатали еще в 19 веке в газете Times. Ее актор Майкл Дэвис. Опубликованные головоломки клетки квадратов следовало заполнять таким образом, чтобы одно и то же слово получалось и по горизонтали, и по вертикали. Целая легенда появления кроссворда существует и в ЮАР, согласно которой в начале 20 века житель Кейптауна Виктор Орвилл был осужден на три года тюремного заключения за автомобильную аварию. Отбывая срок, он обратил внимание на пол камеры, в которой сидел. Пол был вымощен квадратными плитками. Чтобы хоть чем-то себя занять, он начал вписывать в квадраты буквы, стараясь, чтобы из них складывались слова, и при этом они не повторялись в обоих направлениях. Когда на полу не осталось ни одной клетки, куда можно было бы еще вписать слова, Виктор взял лист бумаги и начертил на нем сетку с месторасположением слов. На обратной стороне листа он написал определение к словам. Получилось нечто вроде игры, которую он назвал «туда-сюда по квадратам». Спустя некоторое время он отправил свою игру в одну из местных газет. Редактор не придал письмо из тюрьмы особого значения, а даже наоборот, пытался высмеять эту игру, показав ее друзьям. Им же, в свою очередь, очень понравилась данная забава. Это и подтолкнуло редактора на свой страх и риск опубликовать новинку на страницах издания. Результат был ошеломляющий. Редакцию просто завалили письмами с просьбой продолжить публикацию игры. Вскоре игры Орвилла стали печатать и другие издания. Когда тот вышел из тюрьмы, то на его банковском счете накопилась приличная сумма. Автором первого русского кроссворда стал писатель Владимир Набоков. Составленную им крестословицу, так он назвал игру, напечатали в 1924 году в берлинской газете «Руль», издававшейся на русском языке. Вот как пишет об этом сам автор первого русскоязычного кроссворда. В следствии ограниченного обращения их произведений за границей, даже эмигрантским писателям старшего поколения, слава которых твердо установилась в дореволюционной России, невозможно было надеяться, что книги доставят им средства к существованию. Писания еженедельной колонки в эмигрантской газете никогда не хватало на то, чтобы сводить концы с концами. Во временам нежданный куш приносил перевод на иностранный язык. В основном же продление жизни пожилого писателя зависело от подношений разнообразных эмигрантских организаций, заработка доставляемых публичными чтениями, да еще от щедрости частных благотворителей. Я помогал составить русскую грамматику для иностранцев, в которой первое упражнение начиналось словами «Мадам, я доктор, вот банан». И самое замечательное, я составлял для эмигрантской газеты, для берлинского руля, первые русские кроссворды, для которых придумал новое слово – «кристословица». Странно теперь вспоминать эти причудливые существования. А вот самый первый кроссворд Набокова. Можете попробовать его решить. В августе 1925 года кроссворд появился в СССР. Ленинградская новая вечерняя газета отвела ему совсем маленький уголок на последней полосе. Однако новинку сразу приметили любители головоломок. Но лишь в мае 1929 года флагман семейного чтения тех лет Огонек выделил кроссворд в специальную регулярную рубрику. Именно с подачи Огонька русский кроссворд стал таким, каким остается сегодня. Огоньковские первопроходцы были так воодушевлены успехом, что прочли эту игру в новый вид спорта. Мы уверены, писал Огонек, что уже на следующей спартакиаде наряду с состязаниями в прыжках и плавании будет иметь место и бой кроссвордистов. Во всяком случае, Огонек бросает вызов всем организаторам, которые хотели бы с ними состязаться. Выбирайте время и место встречи. Но, как и состязания поэтов в рамках Олимпиад, турниры кроссвордистов оказались недостаточно зрелищными, чтобы стать олимпийским видом спорта. В 1934 году пустила кроссворд на свои страницы и «Комсомольская правда». Спустя еще 4 года ее примеру последовал журнал «Смена». Сразу два молодежных издания органа ЦК ВЛКСМ позволили себе развлекательную рубрику. Это был знак, что рубрика признана достаточно серьезной, развивающей советскую молодежь. Все вечерние газеты больших городов распускались цветами кроссвордов на последних страницах. Более солидная партийная «правда» разродилась кроссвордам только в перестройку. Но все, без исключения кроссворды советских изданий, были непосредственным слепком с огоньковского образца. Настоящий взлет популярности и выход невероятного количества изданий, посвященных головоломному жанру, в России пришелся на начало 90-х годов прошлого века. В большинстве центральных изданий под кроссворды и сканворды стали отводить целые полосы. Существует множество интересных фактов о кроссвордах. Исследователям встречались находки, похожие на кроссворд, датированные еще первым-четвертым веками нашей эры. В частности, во время раскопок, производимых в Помпеях, была обнаружена головоломка, удивительно напоминающая современный кроссворд, которую ученые датировали 79-м годом нашей эры. Благодаря кроссворду появилась популярная настольная игра в слова «Скрабл». У нас ее называют «Эрудит». Художник Антон Ольшванг не без удовольствия приводил пассажиров, ожидающих общественного транспорта, в самое настоящее бешенство. «Чем же?» – спросите вы. А он расклеивал на автобусных остановках кроссворды, которые было невозможно разгадать. На современном сленге это назвали бы троллингом, но тогда, в 1998 году, подобных определений, конечно, не существовало. Вот пример одного из таких кроссвордов. В США была выпущена почтовая марка, посвященная первому кроссворду. В Рунете первым кроссвордом считается литературно-медицинский кроссворд в формах от Артемия Лебедева. По меркам интернета этот кроссворд уже можно назвать раритетом. Он был опубликован в 1996 году. В Великобритании бренд Chevrolet выпустил кроссворд-автомобиль, чтобы отметить тот факт, что, согласно исследованиям, жители Туманного Альбиона предпочитают кроссворды из всех других развивающих интеллектуальной способности игр. А сейчас важная информация для тех, кто хочет похудеть. Оказывается, это сделать можно, разгадывая кроссворды. Исследователи выяснили, что мозг, работая в усиленном режиме, содействуют сжиганию калорий, и оказалось, что умственные упражнения, подобные разгадыванию ребусов, сжигают до 90 калорий в час. Самый большой кроссворд составлен канадцем Робертом Тюрко в 1982 году. В нем в общей сложности 82 951 квадрат и 25 614 слов. Минимальное время на решение кроссворда из газеты Times 3 минуты 45 секунд затратил в ходе соревнования 43-летний англичанин в декабре 1970 года. В мае 1966 года газета Times получила письмо от жительницы Фиджи, сообщивший, что ей только что удалось решить кроссворд в выпуске газеты от 4 апреля 1932 года. Таким образом, максимально затраченное время на разгадку кроссворда составляет 34 года. Сегодня любовь к решению всевозможных головоломок наблюдается повсеместно. Только в России существует порядка 400 изданий, публикующих различные сложности кроссворды, как классические, так и оригинальные. Открытые, закрытые, линейные кроссворды, чейнворды, сканворды, кросс-чейнворды и многие другие разновидности головоломок. Праздничный день, посвященный столь полезному интеллектуальному досугу, мы рекомендуем провести, разгадывая наши увлекательные зимние ребусы и кроссворд. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok